Итак, позвольте вам представить команду обидатора конкурса в лице Ермолова Ксении, лауреата конкурса двух лет подряд, моего соавтора и человека, которая от огромной организации, она принимает все заявки, она фактически является хранителем ключей, вот и врат, потому что она отбирает заявки, которые вообще могут рассматриваться жить. Поэтому от нее зависит на самом деле все. Она очень скромная, и это украшение. Я не могу ее заставить говорить лично. Мирослава, она могла бы рассказать много интересных историй о получении заявок, и с этого я начну даже наше повествование, даже на самого себя. Дело в том, что сутью нашего конкурса является попыткой сделать конкурс, который еще не был. То есть необычное, когда, может быть, вы не знали, но, как правило, абсолютное большинство конкурсов сейчас собирает, ой, дайте нам пень свежие рассказы, там новенькое, сегодня прямо напишите, горячие пирожки, чтобы было только у нас, и вот желательно быстрее. Там вот небольшой объем, чтобы легко читалось и так дальше. И стремятся набрать как можно больше заявок. Мы подходим с точностью до наоборот. Наша главная цель конкурса, на самом деле, найти ненамышников. Мы ее прямо не пишем, но это главная цель. Все остальное, это отвлекающие маневки. То есть нам на самом деле все равно кто выигрывает. Технически может выиграть человек, которого мы даже не считаем ненамышников, но он идеально соответствует словам. Ну, бывали же такой, да? Он понравился всем жире. И он выигрывает, но он не хочет с нами работать. Ну и что? Нам не важно. Нам нужен не он. Нам нужны люди, которые принимают уже цели, ценности и на самом деле готовы с нами творить дальше вместе. Для этого конкурс и придуман. И это играет очень большой вывод, когда мы выбираем, скажем, тех, кто выиграет, и нам не так важно там коммерческую успешность, насколько это прям ярко написано. Хотя, конечно же, из такого расписателя мы не можем этим пронебрегать. То есть, давайте человек нам прям весь нахрен просто, давайте, ребят, я с вами там яму выкопаю, что угодно делаю, это очень хорошо, пойдем копать яму. Да, но в конкурсе писателя мы не можем дать тебе там хорошее место. Поэтому все это учитывается. И мы останавливаем жесткие критерии допуска к участию в фонду, чтобы не тащить время на людей, которые нам нужны. Я каждый год рассказываю, что был опыт первого конкурса, два года назад, когда мы принимали все заявки. Я еще никогда не читал в такой короткий срок такую кучу москвонатериалов. То есть, сотни заявок, которые просто так, мы читаем первые строки, следующие, следующие, следующие. И на это читать очень много времени. Мы поняли, что так делать не нужно. И мы стали выявить все более и более ограничивающие критерии. А какого рода критерии? Когда я об этом рассказал в союзе писателей России, в ограничивающей москве, и так можно делать, вот он даже никогда не слышит, критерий очень простой. Чтобы участвовать в фонкусе и заявку, которую вы рассмотрели, нужно прочитать хотя бы одну из книг проекта Империум Человек. Логично, ты участвуешь в фонкусе, про Империю, ну так прочитай что-нибудь про него. Да, мы ввели еще, что эту книгу нужно купить. Ну а написано, что деньги однозначно возвращаются, если книжка вам не понравилась. Ну прям, следующая строчка, цель не продажа. Но это вызывает такие потоки людей гнева, ярости, прям пламени, они прям собираются, чтобы нас ругать в каких-то местах, что это недопустимо, как это оскорбление просто, как так можно говорить за деньги, там, все это ради продаж. Причем, наверное, на следующей строчке мы деньги вернем вообще, да? Безусловно, не нужно знать причины, просто, книжка не понравилась, пожалуйста, после этого фонкурса деньгами обратно перейдем, цель не продажа. Ну просто люди прочитают книжку, ну не просто так вот, знаете, давидывать. Когда мы на втором фонкурсе делали стоя, прочитая книжку, что делали многие люди, ну вот это природа человек, они книжку не читали, писали на мне отзыв, не читали. Типа все очень понравилась, классная книжка, да? Вот, серьезно, да? И вот чтобы этой фиги не было, мы ввели правило, что книжку нужно купить, ну уж если купил, то, наверное, все-таки ее прочитаешь, а не просто такой, ладно, взял там, выкинул, прекрасная книжка. Вот, и люди реально, вот вы не понимаете, взрослые люди, писают и коррекционируют. Я просто, ну, мы уже понимаем, с кем мы имеем дело, и мы прямо задавали вопросы, я так пишу, а вы книжку читали? Да, 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 а что там вот вы думаете про этого персонажа? Упс, да? Вот, значит, и так дальше. То есть мы задавали контрольные вопросы. И сейчас мы влезем на жесткий критерий. И в итоге у нас в финале было всего шесть работ. Ну, прислали больше, но Ксения отбраковала еще половину. Вот, то есть было очень немного подписальных участников. Это максимально, кстати, ее работа. Ну и что? Ну, смотрите, знаете, прекрасно, участники РКО знают, что, ну, даже мои листовочки эти, о том, что критерии развития – это не валовый продукт. То есть критерии хорошего конкурса – это не количество участников этого конкурса, понимаете? Вот. Это качество и лауреатов, конечно, стоит, да? Да, если вы говорите, что-то у нас немного, а должно быть много, вот это, да? Должна быть толпа, народы, да? Да у нас писателей отличных, полно, все, все писатели, да? Нет, хороших, кстати, если да, немного. И мы, собственно, добились этого качественного отбора, что люди, которые прочитали, дали нормальный отзыв, вступили в диалог, готовы обсуждать, и говорили, интересно, чем мы занимаемся. Вот, по сути, с ними мы работаем уже как с лауреатом. Таким не жалко и пристадать, что не говорится. Понятно, что он пойдет на что-нибудь благое. И у нас, собственно, есть прекрасный опыт, что лауреат ОМС в прошлых лет вступает в РКО. Ну, Ксения, она сама по себе это сделала сейчас, она просто герой. Но и те, на которые все время опаздывают, да? Ну, вот, ведь, Дарья, правда, же чайная РКО могут опоздать, правильно? Вот. И она тоже, если она полностью подставала на платформу самостоятельно и пытается в этом ключе писать, и нам тоже кинуть в магазин. Это то, что мы хотели достичь. Найти таких людей единомышленников. И вот это вроде получается. Не просто, да, и не все прям активно действуют, но люди хотя бы стараются думать в этом направлении. Писать любит лучше. И соединить порой в себе некое организационное начало, какую твердую волю и талант бывает сложно. И порой донести для людей, что вы написали, конечно, хороший рассказ. Но зачем? Чем он нас учит? Чем он нас ведет? Бывает очень трудно. Иногда обижаются. Вот как-то вы не поняли там и замысел, о чем хотел сказать. Это же просто искусство. Это красиво, это прекрасно. Я говорю, мы не против. Это прекрасно. Давайте попробуем сделать так, чтобы это прекрасно было еще на пользу, на добро. Чтобы, прочитав ваше рассказ, вы не поскали, это было прекрасно. И пошли дальше. Оно было как минимум понятно, да, Степан? Да, Юлия, да. Мы нададим слово, вы сможете дополнить я потом. Так онлайн не надо, пожалуйста. Чтобы это действительно было понятно, полезно. И эта пара тоже встречает противодействия, даже для тех, кто вроде бы жухамами. То есть люди разные, люди сложные. И вот в этом году у нас, повторюсь, было всего шесть кандидатов, из которых нам нужно было выбрать трех человек. И я прошу Горослава мне помочь. Найдать кнопочку. И я расскажу об этих трех кандидатах. Благодарю. Ну можно так. Вопрос. Это Сергей Олегченко, который... Наверное, знаете, здесь такое уровень... Мы, конечно, снимаем, но ему обидно поэтому говорить. Ладно. Вечный уряд. Вечный уряд. Почему? Потому что он сам пишет. Знаете, я люблю придумывать, а писать не очень люблю. Вот. И придумывает он хорошо. Но писать он не любит. Знаете, причем у меня есть даже такая шутка. Да? Он не любит писать, а писать не любит его. Да? Вот. Потому что у него конкретная проблема с грамотностью. И мы понимаем все, что надо это исправить. Надо просто, чтобы это было удобно читать. А он ко мне делает. И в итоге у него прекрасные идеи. И абсолютно космичные. Я даже скажу что-то про сюжет этого рассказа, который он прислал. Смысл в том, что возникает некий галактический феномен, распыляет в хаос целые звездные монетные системы. И люди думают, что спастись, как его направить куда-то. И путем долгих жертв и выяснений, когда пытаются кого-то отправить, но они погибают. Вот. Выясняется, что этот хаотичный, скажем, распад систем направляется не то чтобы грехом, а энтропией, которая возникает в ушах великими. То есть энтропия внутри привлекает энтропию снаружи. И таким образом они понимают, что надо просто избавиться от всех козлов, короче. Да. Это более сложная процедура. Да. Шутка такая. Чтобы все хорошие собрались и отправили всех плохих на неподачу. Вот. Но поскольку он настоящий космист и уже закаленный вампирями так авторы, он, естественно, это пишет не так топорно. То есть все хорошие не просто сказали, так, ребят, все плохие еще так, короче, волна этот корабль. Все хорошие придумали, как сделать так, чтобы все плохие сами захотели собраться в определенном месте. Условно говоря. То есть используя психологию, все понимают, что происходит. Галактика гибет на глазах. И понятно, что герои пытаются спасти, а крысы что делают? Бегут с корабля. Правильно? И, грубо говоря, наши герои просто подсказывают, как бы, ну, непрямым образом, куда лучше всем убежать. Когда они понимают, какова природа этой аномалии, да, они просто подсказывают. Вот там вообще безопасная система, да? Вот. Ну, конечно, они все успеют, только самые богатые, успешные, на лучших кораблях, и все богатые, успешные на лучших кораблях, немедельно туда направляются, и аномалия туда же так, лыжу, хватит туда съезжает, как бы, вот. И на этом, в принципе, рассказ-то и заканчивается. Ну, то есть, ну, намек. То есть, они просто дали ложную информацию, которая обещала спасение там, формально, да, формально там будет спасение, но без понимания природной аномалии, да, богатые и успешные, как бы, доблестно, сбежали подальше, да? Вот. Ну, а аномалия их там настигла, судя по всему. Рассказ даже про это не говорит. Просто стало понятно, что они сделали. Это вот хитрость военная. Это суперимпировская тема. То есть, в плане, что люди с помощью понимания природы человека достигают успеха в выживании, победе, и его очищение даже не хоксит. Причем, никого не расстреливают, не обвиняют, а, по сути, все сами себе подписывают приговор. Ну, то есть, им дают возможность, ребята, вот бежать с корабля вот туда, да? И все, кто хотел сбежать, они помогают, да? Все туда и направились. Никто их лично не убил, не казнил, да? И они сами, как бы, свою судьбу создали. И это гениальная идея по сути. Поэтому Сергей однозначно умирает наш компас. Он прекрасный автор империум, надеюсь, он меня посмотрит и послушает. Вот. Но писать какого нельзя. Вот. Он никогда не выгодит никакого признанности, да? Он будет, кстати, в первую тройку, там, в первый пятерку. Ну, а пока он будет так относиться к своему, ну, просто языку треатурному, и чтобы за него потом переписывали по сути, да? К сожалению, ну, дальше это не пойдет. У человека прекрасная идея, и мы рады, что он с нами, но надо работать над собой. Сергей каждый год вам это говорит, да? Вот. Можете просто взять свои идеи и переписать получше. Будет отличный сборчик рассказов. Он написал много рассказов, и там хорошие идеи. И это лучшее, вот, кстати, лучшее, что вы написали, на самом деле. Вот серьезно, по-моему, даже напишу еще раз. Это я в камеру говорю, да? Да, да. Хорошо. Это лучшие рассказы, которые вы написали. Ну, потому что у него именно есть вот эта хитрость. То есть, когда не напрямую хорошие собрались, покарали плохих. Ну, это что? Это банально, да? Это очевидно, это скучно, да? А когда вот они долго искали, то есть, а вдруг, причем это приходит идея, ну, такая, ну, удачно. Ну, давайте попробуем, а вдруг сработает, да? И оно срабатывает. То есть, они не были уверены, что, ну, точно, сейчас мы этих плохих там покараем. Они просто искали любой выход. И вот была версия, а вдруг, аномалия, например, скинулся. Знаете, как бы сумасшедшие пророки говорят, а вот попробуйте, да? И они попробовали, называется. И вот так получилось. Нажмите, пожалуйста, кнопочку. Вот. Наталья Арифовна, значит, тоже лауреат прошлого компаса. Очень хорошим рассказом, который я там знал второе место в прошлый раз. Чуть даже не первое, слушаю. Угу. Кто с первыми? Кто с первыми? Я уже не помню. А, нет. Екатерина рассказ маленький. Ой, вообще-то забываю, что у него первое место было. А, ой, Слада Сумерин. Нет, нет. Да. Он вышел. Он не вышел. Просто он не писал. У него... У нас очень хороший писатель. Он написал огромную работу, которая очень качественная по своему составу. Он даже не лауреат, он не писал. Он просто написал эту работу много лет. Это интересная история. Он двадцать лет. Понимаете? Двадцать лет. И это такой эпичный роман с приключениями. И у него, в принципе, хороший смысл. Наверное, хороший смысл. Даже полезный. Растянут на такое огромное количество приключений, вот. Каждая из которых, в общем-то, хорошая. Но когда ты понимаешь, сколько оно уже читали, я бы читал. Но это был реально просто подвиг, вот осилие, этот объем этих чудесных приключений. Что-то довольно кроваво в прошлом, как там два мальчика впадают из, типа, Советского Союза, там, наше альтернативное прошлое. Ну, или не альтернативное, уже непонятно, потому что они делают новое будущее обычно. Впадают туда. Вот. И как они там становятся там баронами, рыцарями, там, все такое происходит. И все это написано хорошо. И это интересные приключения. Но к концу ощущение вот просто уже перебор жесткого. Они там просто, ну, как, я не знаю, так сказать, ну, фильм, видимо, «За будущее» у нас много смотрели, да? Вот они там начинают творить просто всякие приключения там пострашно. Все переделывают. Вот. И там альтернативно уже Петр Первый, четко не возникает. Вот. Несутик. В общем, сложно. И работа прекрасная. Я надеюсь, что Владимир еще у нас, значит, напишет что-то вместе с нами в этом смысле, у конкурса. Но за год, наверное, новую, большая работа. Надеюсь, может, ее куда-то почитают. И она, наверное, стоит того. Но мы не можем даже ее издать не слишком большая, чтобы отдельно ее издавать. У нас отдельный огромный роман. Как-то война и мир практически. Вот. Поэтому желаем успехов ему. Надеюсь, что он еще будет с нами творить. Владимир, ждем вас. А. Наталья Рифовна была в ряде в прошлом году, и в этом году тоже. Это сборник детских рассказов. Но дело в том, что у конкурса есть тема. И он называется, на самом деле, «Империум начинается с тебя». И если в рассказе Сергея вот эту тему, что один человек вот своим пониманием в какой-то момент буквально поворачивает вокруг, ну, историю, вокруг своей СИ, то здесь, она говорит, детских рассказов, это не совсем происходит. Но они хороши. Они хороши. Мы с ней только давайте об этом поговорили. Но она как раз обидела, что мы в детских рассказах пытаемся какую-то там моральную философию вводить. И следующий комплекс в следующем году как раз вот будет в том числе по теле Светланы. Киноуроков. И так как киноуроки снимаются для детей, то там буквально активно название будет, наверное, не «Империум для детей», но что-нибудь похожее будет. То есть что-то такого, чтобы это было доступно для всех государств. И я даже, возможно, рекомендую ей эти рассказы подать еще раз. На конкурсах в следующем году. У нас нет запрета. У нас можно на все что угодно, когда ты написала, хоть 20 лет назад. Вот. На большинстве новых конкурсов требуют оригинальности. Вот напиши прямо сейчас. Вся тебе напиши. И это проблема. Так что мы ее уважаем еще как автора. Она пишет прекрасную митературу. Она абсолютно в духе космизма. И просто наш человек, просто хороший человек, это не профессия. И если на конкурсе есть критерии форматного соответствия, и даже прекрасные рассказы в целом, наверное, не будут победителями, потому что они все создадут такие конкурсы. И мы не можем без любви просто в Наталье, потому что она такая прекрасная, скажет, что вы лучше. И, наконец, на конкурсе. Прошу прощения, а если это не подходит в формат вашего конкурса, возможно, это подошло в формат наших киноуроков, как литературная основа для… Вполне возможно. Мы с вами как раз об этом поговорим. Не буду скрывать, что Юлия Григорьевна у нас победитель комплексом. У нас, наверное, первое место. И получит у нас и грамоту, и приз. Сейчас мы, после этого я закончил свою речь, мы ее наградим. Надеюсь, сделаем фотографию. Университет и источник. Это, наверное, тоже один из самых имперских повестей. Повестей, я знаю из самых. Повестей, правильно, как формат? Кто-то скажет, не Роман же? Какого бы что? Ах, не он знает. Понятно. Кто-то будет читать поиск? Это должен быть дипломированный феолог, который бы определил. Был один такой, который сказал, что это Роман. Он работал в центрах полиграфия. Потом его поперли на пенсию. Это дезолуирует его определение или нет? В общем, поиск, который, возможно, даже роман, значит, о событиях на рубеже 90-х и 2000-х годов. Ну, там сюжет очень загрученный, его трудно перескать, но смысл в том, что человек, попадающий в экстремальную ситуацию, пытается сделать максимум, чтобы не разобраться, и от него реально все зависит. И таких персонажей там несколько. Люди просто благодаря своей позиции, ответственности, совести, находчивости. Ну, что такое театру? Это приключение, когда человек выходит из сложной, непонятной ситуации, благодаря своими человеческими качествами. И там даже сотрудник ФСБ представлен как персонаж, если не положительный, то достойный уважения, который хорошо делает свою работу. Не, ну, вообще, по-моему, нет повода их не уважать, но я имею в виду, что во многих произведениях ФСБшники такие особистые, там такие враги, такие тайные. А тут наоборот. Он делает свою работу и, в общем-то, в итоге достигает некой гармонии спасения с другими персонажами. То есть каждый ведет свою линию, но вместе они в итоге встречаются. Это чудовищный закрученный сюжет, я бы не устал, даже не предскажешь. Но там прям просто все великолепно. Ну, примерно, это настолько хорошо, что я попробую поискать. Значит, о том, что, на самом деле, инопланетяне некое, которым не хватает чего-то такого, что есть у людей, используют, значит, людей, в том числе умерших, оживляя их, как это же Сергей Павлович Королёв, для разработки своих космических технологий. Но эти команды людей оживленных, она остается людьми. И они поэтому думают, что инопланетяне, конечно, хорошо, но мы им, на самом деле, фигу в кармане держим, да? И работаем вроде на них, но одновременно реализуем собственный проект. И это тоже здорово, это очень поимперативно. Это такая, ну, победа воли, разума, что ли, да? Это очень борются. Ну, у нас это все будет. Значит, и персонаж, самым главным персонажем, вообще, он не пришел, он очень человек, но попадая в эту среду, он тоже, ну, как бы, ищет, как бы, свое место, находит его, да? Как-то там, тайные ходы, там, договариваются невероятно, там, появляют чудеса, там, находивости, там, ума и наглости, нахаживаются, чего угодно. В общем, но при этом это адекватно смотрится. То есть он понимает, что какой-то выход для реалии другого нет. И если, ну, не о чем терять, то что, решишь в последний огурец. Вот, и в это веришь. То есть, по сути, это повесть о триумфе духа. О том, как люди, в сложных ситуациях, непонятны, при этом сохраняя человеческие качества, достигая этого некого решения, спасения. И, в итоге, способны отказать реалии, даже на судьбу, там, галактика, что надо было, и на поэтия. Просто за счет того, что они были настоящими людьми, не более того. Там и его супруг главного героя, и он сам, и сотрудник ФСБ. Вот там три линии, там все сходится. В общем, интереснейший, это много детективный труд, будем называть его так. Труд. Который было очень интересно читать. У нас должна быть критика этого труда. Но критика какая-то опоздала. Вот. Потому что без критики, наверное, оно не... Надо, чтобы вы покритиковали универсальный источник. Универсальный источник. Почему бы не смогли его прочитать? Да. Олег, я смогла прочитать со второй публики? Да будьте любезны. Вот если у нас есть акту, собственно говоря, да, чтобы не только Елей, так сказать, и Олив. Вот. Будьте любезны, просто раскрыть свое впечатление. И, наверное, перед камерой не получится, да, у нас здесь не поместится. Правильно? Ну, в этой. В общем, я его читала с двух попыток, с первой попытки, и начала читать, и увязывала в детализацию. Для меня показалось очень красочно, очень много подробностей. Все персонажи отличаются от друг друга сильно, но это понятно, все люди разные. У каждого из них своя манера речи, своя манера поведения, и это все время на этом мне показалось сделать за акцент. Я отложила эту историю, читала другие, потом, поскольку нужно прочитать до конкурса, я в итоге ее прочитала со второй попытки. В целом, история понравилась, необычная затея, необычная идея, но как человек, который вырос в глуши, примерно такой же, который описывается в этом произведении, могу сказать, что я не очень верю в то, как говорят персонажи. У меня чего-то все время было, мы не верим. Мы никак не верим, хотя на стыке 20-21 века находилась примерно в похожей мире, если не хуже, в которой происходит действие событий. И те люди, которые окружали меня, они так и не говорили. У меня есть такой вот момент, который меня все время смущал по ходу чтения. А так история здоровская, научная фантастика, все как полагается для конкурса. Герои, которые в итоге идут к своими целями, как или иначе добиваются, выполняют свои задачи, меняют мир, меняют себя. Все здорово. Ну и важно, что вот эти, когда у нас такая глобальная концепция, типа инопланетяне там что-то делают, но на самом деле не подается так, что мы открываем первую сцену, там инопланетяне что-то делают. Значит, это стресс понятно через череду очень бытовых событий, когда люди пытаются разобраться, что происходит. И к этому, понимая, они приходят, логично, ближе к концу сюжета. То есть для нас это выглядит как расследование, которое люди проводят, не являясь следователем даже. А некоторые и являясь. То есть даже милиция с ним сталкивается, и она должна как-то это интерпретировать. То есть то, что происходит. И, конечно, Никтоич пытается это списать, ну типа там сам упал, ничего не было вообще, как обычно. Но когда это уже не получается, они начинают тоже работать. Даже милиция, в принципе, не пытается в руку, не пытается списать. И это действительно столкновение человека с неизвестным, и реализация его качества, но это, наверное, одно из лучших сюжетов, ну кануливые сюжеты, которые бывают в антистических романах и трудах. Можно не называем этот роман точно, неизвестно еще. Поэтому это прекрасный пример, и, конечно же, я уверен, что Екатерина в наборе других кандидатов это однозначно все равно первое место. Хочется похвалить эту работу за абсолютно грамотный язык и четкое оформление. Прям вот глаз радуется, честное слово. Ну у нас Екатерина, кстати, макерый писатель, она даже передала свои книги нам подарила. Да, скоро. И это чувствуется. И это прям чувствуется. Язык богатый. Метафоры, сравнения, все это очень здорово. Написано грамотно с точки зрения ошибок, стилистических и так далее. И придраться не к чему вообще. И это прям здорово. Хорошо. И вы сможете прямо отсюда под камеру искать ответное слово, возможно, и протест тоже. Позвольте вас поздравить. Благодарю вас за участие, за прекрасное содержание вашей души, которую вы издеваете в своих книгах. Вот такая памятная грамма. Смешку вам тоже дай мне. Спасибо. Спасибо. Это программа. Что мы хотим достичь. О достижении чего можно писать? Если желаете, то, пожалуйста, ваше ответное слово. А какое может быть ответное слово? Ответное слово может быть одно спасибо. Я могу его сказать на тех языках Советского Союза, на которых я знаю. Ну, наверное, это пока лишнего. Мы не знаем, докуда еще распространятся границы предполагаемой империи. Так что... Хорошо. Ну, давайте перефразировать. Ваша ответная речь. Если пожелаете. Чтобы не ограничиться с одним словом. Речи разговаривать. Возвольте. Слишком давно кончилась перестройка. Писать стало привычней. Разговаривать трудно. Спасибо. Еще раз. Я постараюсь оправдать. Вот, как-то застойная оказалась ближе. Я постараюсь оправдать. Оказанное мне высокое доверие. Как это говорится в одной из комедий. Бессмертного Леонида Гайдая. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.